Дело в том, что в последнее время меня часто стали приглашать играть за команду района. И там нас пригласили однажды в Неклиновку. Играла наша сборная, играла Неклиновская сборная, там очень много было ветеранов других районов. Играли все. И меня что очень удивило, что там шахматам уделяется очень огромное внимание. Во-первых, по всем школам проводятся занятия с ребятами, ребятами младших классов. И старшие классы участвуют в соревнованиях. А вот здесь вот, в этом, и в них там имеется шахматный клуб, и при том не один. Вот. И внимание, конечно, большое внимание уделяет администрация района по шахматам. Ну, понятно, что мы играли там, неплохо сыграли, но сама мысль зарождения клуба у меня появилась. Потому что у нас в районе шахматного клуба нету, а хочется с ребятами играть. У нас очень много желающих играть в шахматы. Вот. Я часто вижу там и на рынке играет, и играет в парке, играет везде. А вот чтобы объединиться, играть где-то в одном месте, конечно, этого у нас нету. Поэтому возникла эта мысль и решили это сделать. Ну, тут помогла мне моя супруга. Она внесла очень большую материальную сумму для строительства этого небольшого шахматного клуба. Ну, здание такого. Ну, и, конечно, мастера были свои, хорошие. Они постарались и сделали все как положено. Вот на таком... Ну, для нашего круга шахматных любителей. Вот. Это, я думаю, небольшое, но хорошее подспорье. Вот. Ну, а то, что... Вот недавно мы уже, так сказать, открыли шахматный клуб. Маджос Дмитрий Вячеславович. Он внимание большое выделяет нам. Он нам привез и шахматы, привез нам часы, привез грамоты, медали. Говорит, так, ну, коль открыли шахматный клуб, давайте, значит, проводите день физкультурника. И мы собрались, собрались сразу, созвонились, организовались и провели этот шахматный турнир. Я вам хочу сказать, что любителей в шахматы у нас в районе очень много. Но чтобы их организовать и чтобы они участвовали в игре, ну, тут маловато возможностей, видимо, в районе. Но, по крайней мере, хотим этому помочь. Потому что Дмитрий Вячеславович, он занимается много шахматами. И не только шахматами, и другими видами спорта. Вот, я все время слежу спортивный раздел Делового МИУСа, Родника. Там вот эти статьи спортивные нашего района, Куйбышевского района, Ницветаевского. Они очень хорошо освещают спортивную жизнь района. Вот, и мне хочется ему пожелать успеха и, конечно, помощи нам в освоении, чтобы мы стали на ноги, укрепились и, соответственно, почувствовали себя, что мы клуб. И, притом, такой вот неплохой. Ну, вот, вы говорили о том, что в Некленовском районе там очень развито, да, вот такие вот именно шахматные клубы. И не только на уровне района, но также и в школах, и везде. А сейчас у нас, я вот тоже знаю, да, о том, что у нас, смотря в Урганском районе, на базе школы тоже преподают шахматы. И буквально вот, когда сегодня я рассказывала у себя на работе о том, что мы вот планируем поехать вот в такой клуб, нам вот интересно узнать о вашем существовании, о том, как вы появились, и нам спросили, а детского клуба у нас нет, и вы не берете ли детей к себе вот в ваш клуб поиграть? Вы знаете, я вообще-то в своей педагогической практике больше детский, займался детьми. В районном доме пионеров, руководителем там, директором был 5-4 года. В том пионерском лагере 10 лет, вот. Поэтому с детьми у меня очень легко и хорошо получается. Я люблю с ними работать. Но дело в том, что нужно этим делом заниматься. И нужна хорошая помощь ребят, своих шахматистов, друзей, организовываться, и тогда все пойдет. То есть поддержка нужна. Ну, вот так вот, но только... В планах у вас это есть? Актив? Нет, в планах у вас есть, вот именно так же принимать себе не только взрослых, да, но и деток. Ну, возможно, если... Это же масса у вас большая. Дети, они, как правило, приходят, это и классом, я могу, не могу разместить их здесь, это нормально. Ну, условий нет. Понимаете? Вот это вот, конечно. Но другое дело, что в школах, в школах начинать развивать этот вид спорта, он очень актуален. В России, в России, в правительстве об этом очень много говорят. Шахматам стали много уделять внимания. Ну, я вижу, что и национальные проекты есть по спортивному разделу, это тут очень тоже важно. Но хочется, чтобы они этот национальный проект и включили нашу шахматную школу сюда, в район. И тогда она вот сверху помощь, снизу активность и будет все работать. Я помню, проводили, когда мы вот работали в районном доме пионерных школиков, мы проводили творческие отчеты. Каждая школа провозила свои коллективы самодеятельности. И выступали, жюри сидело, и мы проводили конкурсный отбор. Тогда мы давали первые места, вторые места, третьи места. Это настолько подчетно, уважительно. И тогда на конференциях об этом говорилось. И все директора провозили эти художественные ансамбли свои. Ну, хотелось бы, чтобы в таком же плане и творчество шахматное развивалось. Понимаете, как? Вот это вот. Именно с этой целью хотелось вот этот шахматный клуб. Мы его открыли, и мы хотим продолжить его жизнь и творчество. Чтобы свой коллектив был, и чтобы мы больше собирались и больше проводили вот здесь шахматных мероприятий, спортивных соревнований, так сказать. Потому что шахматы – это интеллектуальная игра, и она должна занимать умы не только наших пожилых шахматистов, но и молодых. У меня вопрос еще один такой, два точнее. Первый. Сколько у вас уже сейчас в клубе? То есть вас трое всего лишь или больше? Вот сколько у вас сейчас человек в клубе? К человеку? Да. Вы понимаете, как человек? Ну, в клубе это, как вам сказать, вот мы, когда собирали на День физкультурника, мы индивидуально я прозванивал, приглашал. Ну, лето ж. Это же не так просто собрать. Вы думаете, это так просто? Нет. Кто в отпуске, кто занят там на даче своими огородными делами, кто еще чем-то занят. Вот. Поэтому, ну, а вообще-то всегда, вот сколько мы не собирались, это в пределах 10 человек. 10-12 человек. Вот даже район, первенство района мы проводили. Я помню, тогда был Криводротов, глава администрации. Вот. И тогда он заходил, проверял, смотрел, участвовал, интересный, ну, увлекался он, занимался. Вот. И у нас тогда было где-то человек 12, вот, участвующих в первенстве района по шахматам. Вот. Ну, больше никогда не бывали. Понимаете? И при том все возраста такого, средних и более. Вот это вот. Ну, я же просто говорю, что нужно на уровне район, на уровне, значит, вот, школы поднимать и проводить соревнования. Только так. И при том, чтобы оно было на самом высоком уровне проведения этих соревнований. Вот тогда интерес у ребят появится более-менее. Вот. А дети, они очень любят шахматы. Моя внучка, она сейчас в пятый класс перешла, но она играет, хорошо играет. Внук играет хорошо в шахматы. Вот. Так что они, им только, их нужно заинтересовать. И тогда они будут участвовать. Участвовать. И последний вопрос. Как к вам попасть в клуб? Заявление пишите, проймем. В любое время приходите. Понимаете, пока мы нигде не опубликовывали материал о создании клуба. Вот. Пока только по нашей просьбе собираемся. И, ну, думаю, что название клубу мы еще не дали. Иван Васильевич предлагал одно, другие предлагали другое. Но пока не нашли название клубу. Иван Васильевич говорил, что Прометей называли. Я говорю, ну, соберемся, подумаем, решим. А как попасть? Ну, вот тогда информация проявит себя. Кто владеет информацией, тот вооружен. Будем встречать. Будем проводить. Продолжение следует...